Всем привет! Меня зовут Марина Геленко, мне 49, я из города Ставрополь. Я работаю менеджером по продажам удаленно и для своего города зарабатываю достаточно хорошо. В торги по банкротству я попала случайно. Меня привел в эту сферу супруг, он когда-то смотрел вебинары Олега Селефанова. Сначала я смеялась над идеей пойти в эту сферу, потому что мне казалось, что это очень сложно и неинтересно. А потом изучила вопрос и подумала, почему бы и нет, и купила курс. Я выбрала сферу, вернее нишу промышленное оборудование и станки. У меня есть мой главный консультант, мой супруг, который очень хорошо в этом разбирается, во-первых. Во-вторых, мы решили, что нужно искать станки, которые можно не только продать, но использовать в работе. И свой первый лот я искала примерно два месяца. В принципе, пока училась. Это рельсорезный станок, обанкротившийся ООО в городе Ростов. Я также намеренно искала обанкротившийся ООО, потому что там обычно много оборудования и оно часто в хорошем состоянии. Мы посмотрели, что это за станок. Я промониторила рынок. Новый станок рельсорезный стоит порядка 185 тысяч такой же модификации. Станки БУ, которые есть на рынке, стоят 75. Это очень такой узконаправленный станок и предложений БУ станков по Российской Федерации крайне мало. Я связалась с конкурсным. Мне очень повезло. Он оказался хорошо организованным, обязательным человеком. Он сразу взял трубку, все рассказал о лоте и сразу дал номер телефона лица показывающего оборудование. Я также сразу связалась и на мою просьбу сделать небольшое видео. Сразу радостно откликнулись, прислали мне видео с комментариями. Я была очень рада, потому что, согласитесь, попались люди такие, которые сразу брали трубки, сразу отвечали на все вопросы. Я показала супругу это видео и он пришел к выводу, что нужно брать. Станок действительно выглядел очень хорошо и стала ждать предпоследнего этапа. Решила подавать заявку на предпоследнем этапе. Конкурентов, наверное, не было, потому что станок узконаправленный и, наверное, это и было основной причиной. Я купила его за 21 тысячу. Мы его забрали и он оказался в прекрасном рабочем состоянии. Его смазали, проверили. Я очень довольна покупкой, потому что сейчас мы используем станок в работе. Его можно также трансформировать в станок для резки крупных труб. Даже в этом случае его потом можно удачно продать, потому что специалисты за такими станками охотятся. И при самом грустном раскладе, с учетом всех издержек, если я станок продам где-то в районе 65 тысяч, я, конечно, буду ставить стоимость выше, то я рассчитываю выручить где-то 30 тысяч, что, в принципе, неплохо. Но в ближайшее время станок мы продавать не собираемся, он в течение года будет в работе и в дальнейшем уже я выставлю его на продажу. Что хочу пожелать новобранцам? Будьте очень внимательны, скрупулезно изучайте те материалы, которые дает Олег. Мыслите стратегически, ну и ищите, мониторьте, у вас все получится. Я довольна обучением, это правда. Мне есть чем сравнивать в хорошем смысле слова. Я уже проходила онлайн обучение, очень крупное. И я могу сказать, что мне очень понравилось, как работает платформа. Все очень понятно, просто. Кураторы всегда на связи. Здорово, что информация дается сжато, четко, по делу. И, например, модули, которые связаны с документооборотом и поиском объекта, они полезны тем, что информация, данная в них, может быть использована не обязательно в торгах по банкротству, но и в других сферах жизни. Очень полезные модули. Также здорово было, что были коучи сессии, потому что даже несмотря на то, что там вопросы часто повторялись, это было хорошо, потому что повторение мать учения, как говорят, и ты слышал примеры из практики, слышал ответы. В принципе, все правильно, как говорил Олег. Если ты начинаешь практиковать, то уже становится не так страшно. Вначале мне было непонятно многое, потом со временем все становится на свои места, раскладывается по полочкам, и ты понимаешь, что, в принципе, все понятно, все нормально. Так что, ребята, всем удачи. Большое спасибо за обучение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова